Значит, Польша и голод в Западной Украине. Значит, январь 1932 года. Трехлетний экономический кризис в стране и кабальное положение крестьянства привели к разорению и развалу польское земледелие, без того маломощное и отсталое. Недоимки по сельскому хозяйству дошли уже до 1 миллиарда злотых, но 1 злотый – 22 копейки. Живущая под угрозой банкротства государства безжалостно выколачивает эти недоимки из нищего крестьянства. Я не хочу все это рассказывать своими словами, потому что потом пойдет ссылка на источники. Особенно свирепая побора обрушивается на украинцев и белорусов. Приезд судебного исполнителя повергает деревню в панику. Он появляется в сопровождении стражников и маклаков – это те, которые перепродают. Описывает все маломальски ценное, а писанное тут же продается за бесценок. На Гусульщине число голодающих хозяйств в 1932 году достигло 88,6%. На помещичьих землях даже в неурожайные годы крестьяне работали за 16 и 18 сноб. В марте голодало полностью около 40 сел только в трех уездах. Люди повально пухнут с голоду, умирают на ходу. Особенно лютуют голод в селах. Вместе с голодом быстро распространялись брюшной тиф и туберкулез. Значит, тоже важно. В 1929 году на Гусульщину для опалячивания региона было переселено из Польши 16 тысяч семей военных. То есть, ну, это солдаты, по сути дела, да? И гражданских польских колонистов. Им передано 600 тысяч гектаров гуцульской земли. Голодное население Западной Украины терпело и национальный гнет от Польши. Если житель Краковского воеводства платил 30 злотых подушного налога, то житель Западной Украины 35. Карпатские лица хищнически вырубали. Украинским детям на Западной Украине запрещено говорить на украинском языке. Речь идет о польской учительнице Марии Войцешильской, которая штрафует украинских школьников по 3 гроши за употребление в школе имя украинского языка. 15 тысяч детей в Закарпатье, это апрель 1932 года, 15 тысяч детей в Закарпатье угрожает голодная смерть. Чешская власть, они же Западная Украина между Румынией, Чехословакией, Венгрией и Польшей. Чешская власть виновата перед украинским Закарпатием. Переселили 50 тысяч чешских колонистов, в основном бывших военных и госслужащих, которые жестокостью средневековых завоевателей осуществляют там политику чехизации и экономической эксплуатации. Это, кстати, куда сейчас Украина стремится? Это их соседи, ближние соседи на Западе, да? Значит, апрель 1932 года. В сельских хатах лежат целые семьи, опухшие от голода. Сотни людей тиф уносят в гроб старых и молодых. Национальный гнёд, погромы... А их часом в Голодомор не записали вот эти вот... Слово Голодомор оказалось исключительно просоветским. Нет, так... Голодомор на Украине, это исключительно Сталин. А вот то, что... Так вот этих-то не приписали к общему количеству? Ты, наверное, жартуешь, говоря по-украински, да? Ты шутишь? Вот так. Национальный гнёт, погромы, карательные экспилиции, конфискации урожая уничтожает голодное западно-украинское село. Поляки-оккупанты вырубили леса, древесину продали по демпинговым ценам за границу и так далее, и так далее. Против восставших польско-крестьян польская армия использует авиацию. Да? Источники. Источник, да-да-да. Вот если кто-то подумает о том, что пионерская правда... НКВД. Да, издательство НКВД, да, в калычках. А нет, это РГУТОГУПУ, да. Источники. Газета. Deutsche Allgemeine Zeitung. Украинские щеденевисты. Канада. Это канадская, украинская газета. Значит, польская газета, новый час, французский журнал, журналь де Деба. Что такое Деба? Не знаю. Дебаты? Журналь де Деба? Да, да, вот. Значит, заголовки оттуда, из этих газет. Наводнение нанесло большой ущерб в Умении и Югославии. Апрель 32-го года. Голод собирает свой рожай. Апрель 32-го года. Государство перманентного голода. Апрель 32-го года. Галицийские крестьяне бунтуют против новой панщины. Июнь 32-го года. Крокодилии слезы и так далее. Значит, апрель 32-го года. Два письма с поля классовой борьбы. Западной Украине то же самое все. Угу.